Что случилось с Роджером Крейгом? Роджером Крейгом. Дэниэль Крейг, блин. Давайте начнем с самого плохого Джеймса Бонда. Кто получает это звание, я его присуждаю Тимоти Далтону. Тимоти Далтона мы видели в двух фильмах. Это «Искра из глаз» и «Лицензия на убийство». Правда, в фильме «Искра из глаз» есть пару хороших моментов. Это костюм из трех частей, красивый бежевый костюм и даже очень симпатичный спорт-пиджак. Но вот в фильме «Лицензия на убийство» кто-то должен был убить костюмеров. Что происходит с размером? Да, я понимаю, что Тимоти Далтон стал жертвой 80-х, 90-х годов. Когда все было сверхбольшое, мы как раз стали свидетелями истории тут, как команда костюмеров и актеров попала в тренд своего времени. Помимо огромных плечиков, давайте взглянем на выбор цветов. Очень много пастели. Кто бы там ни работал, они, наверное, посмотрели «Полицию Майами» и решили повторить за ними. Хорошо, вы меня спросите, а как же черный галстук? Разве Тимоти Далтон и там накосячил? Ну, такое, посмотрите на размер пиджака. Посмотрите, как глубоко уходит разрез. Как ни крути, это не классический вид. Поэтому я вынужден дать титул самого плохого Джеймса Тимоти Далтону. На втором месте у нас идет Джордж Лезенби. Наверное, вы о нем ничего не слышали, потому что он сыграл всего в одном фильме. И у него забавная история, как он получил эту роль. Но давайте взглянем, что он сделал правильно. У него были хорошие комбинации нарядов. Взгляните на этот костюм из трех частей. Хороший выбор вязаного галстука и размер на месте. Это комбинация из двубортного костюма. Опять очень хорошо выглядит. Контрастный галстук и размер на месте. Взгляните на этот кремовый льяной костюм. Очень симпатично. И еще взглянем на этот смокинг. Синий ночной. Это классический выбор цвета. Ночной синий цвет вообще-то темнее черного. Отличный выбор. Но вот тут мы замечаем уже некоторые ошибки. Жабо. Вот это рюш на рубашке и смокинг, о мой бог. Джорджу, походу, реально нравились рюши. Взгляните на эту комбинацию. Круто, что он надел килд. Но что происходит с этими рюшами? Сегодня, когда ты смотришь на это, ты думаешь, о чем он вообще думал? Давайте посмотрим вот на этот коричневый костюм для гольфа и оранжевую водолазку. Своеобразная комбинация. Но вот сцена в женском халате, вот почему он попал на худшее место в нашем списке. Далее у нас идет Роджер Мур. Его еще прозвали самым любвеобильным Джеймсом. На самом деле мне очень нравится Джеймс Бонд в исполнении этого парня. Но он заставил задаться вопросами. Несмотря на то, что он показал очень многое из того, что раньше в принципе не демонстрировали. Например, как этот костюм сафари. Это классический мужской наряд, он его вернул. Некоторые люди считают это уже устаревшим, мне лично они нравятся. Думаю, это хорошая альтернатива спортпиджаку. Когда дело касается черного галстука, то Роджер справился на отлично. Независимо, это черный пиджак или белый. Давайте же теперь взглянем на его повседневные наряды. Мне нравится его сафари-рубашка. И еще у него есть черная водолазка. Также он использует жилеты в различных комбинациях. Его повседневная одежда сидит на нем вполне по размеру. Но причина, по которой Роджер Мур попал на третье место, многие из его костюмов и размеров не подходят по годам. Вот этот спортивный костюм, сейчас он вернулся в моду, поэтому можно сказать, что Роджер был основателем тренда. Хорошо, а как вам вот этот костюм для прыжков с парашютом? Эээ, ну опустим его. Но вот этот джинсовый костюм, хорошо, это была фишка 70-х годов и он даже выглядит хорошо на нем. Но блин, мужик, ты должен быть Джеймсом Бондом, чтобы надеть такое. И как я еще сказал, размер. Размер это болевая точка костюмов Роджера. Когда мы на это смотрим, то мы видим 70-е года. Даже если он одет в классическую комбинацию. Это пуговицы на поясе или широкие штанины. Это как некий шлейф, который его преследует. Может быть он еще вернется. Но пока Роджер Мур занимает почетное третье место. Итак, следующий Джеймс Бонд, он очень спорный. Потому что некоторые считают, что он должен быть в категории лучше всех. А другие относят его к худшим. Если вы не согласны с местом, которое я ему дал, тогда пишите в комментариях. Мне интересно услышать, что вы думаете. Какое место вы бы присудили Джеймсу Бонду? Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и Вконтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. И вот на четвертом месте среди самых худших, или можно сказать, третий среди лучших. Это Дэниэль Крейг. С перспективой стиля, что мне больше всего нравится в Дэниэле, это то разнообразие нарядов и ситуаций, в которых он использовал и передавал образ персонажа. Темно-синее поло, отличный образ. Кэжуал Хэнли, кожаная куртка. А когда он попал на Мадагаскар, где очень жарко. Или в горах. Вот он в Лондоне, и все на месте. Вот что мне нравится в этом Джеймсе Бонде. Но вот у него есть проблемы с классикой. И это размер костюма. Джеймс Бонд известен своими костюмами. Они обязаны сидеть на нем как влитые, они же выбрали ему костюм на один-два, размера меньше. Взгляните на эту складку в виде буквы X. Поэтому я считаю, что он мог уделить больше внимания классическому стилю. Я понимаю, почему они это допустили. Все снова связано с временным периодом. В 2007-08 годах был тренд на узенькие костюмы. Поэтому дизайнеры, которые работали над этими костюмами, решили использовать это. Если вам интересно увидеть лучшую версию, как мог бы выглядеть Даниэль Крейг, будь у него размер более классический, тогда взгляните на фильм «Достать ножи». Что мы видим? Даниэль Крейг носит костюмы, которые более свободные по размеру. Хорошо, может, не самый лучший пример. Но что хочу сказать, что один и тот же человек, который надевает одежду слегка отличающегося размера, уже выглядит совсем по-другому. И хочу отметить, что Джеймс Бонд Даниэля Крейга обладает очень хорошим вкусом на аксессуары, часы, очки и всегда ходит с карманным платком. Итак, на этом моменте мы переходим к хорошо одетым Джеймсом Бондом. На втором месте у нас самый настоящий Джеймс Бонд, Шон Коннери. Первый раз, когда мы увидели Джеймса Бонда на экранах, это когда Шон Коннери его сыграл в фильме «Доктор Ноу». Мы видим персонажа, который элегантно одет в смокинг. У него шелковый, лацканный и темно-синий пиджак. Это супер классическая комбинация. Мне очень нравится этот образ. А также в фильме «Голдфингер» он продолжает удивлять. Отличный костюм из трех частей. Затем он в обеденном белом пиджаке. То есть он понял, что такое классический стиль и придерживался стандарта. Также Шон Коннери и его Джеймс Бонд знал, как правильно выбирать себе кэжуал одежду. Вот тут он на пляже. Во что он одет? Льяные шорты, плавки, которые ему по размеру. И эспадрилье. Но почему же Шон Коннери не номер один? Потому что у него были промашки. Посмотрите на розовый галстук. Что тут происходит с этим коротким розовым галстуком? Хорошо, пропустим. Но вот махровый комбинезон. Звучит круто. Думаю, что когда-то, Джеймс Бонд, ты можешь надеть что угодно. Но парни, это выглядит плохо. Блин, ну ему реально нравилась эта махровая ткань. И, наконец, на первом месте лучших Джеймсов Бондов. Пирс Броснан. Когда я представляю себе Джеймса Бонда, то я думаю о шпионе, который умеет носить костюм. И это то, что Пирс Броснан сделал на ура. Он умеет носить костюм и знает, как подобрать размер. Он разбирался в классических цветах. Серый, синий. Этот парень показывал высший пилотаж снова и снова. Только взгляните на его смокинг. Все сидит как в литое. Отлично подобрана ткань. Он обратил внимание на все детали. Когда вы смотрите на мужчину, который ходит в костюме, то размер – это самое важное. Я уже вам говорил, что размер – это король в пирамиде стиля. Также не забываем про кэжуал-наряды. От кожаной куртки до свитеров с высоким горлом. Этот человек безупречно подбирает свой наряд, поэтому он и попал на лучшее место. Ребята, я знаю, что у вас есть свое мнение. Уверен, что вы не согласны с моим выбором, поэтому пишите в комментариях, как бы вы разместили их. Какое видео смотреть дальше, как Джеймс Бонд разрывает шаблоны и уходит с девушкой. Ребята, смотрите и учитесь у мастеров, как обходить правила стиля в свою пользу.